Народ, всем привет! Многие из вас меня как-то просили рассказать про бюджетный игровой набор для геймера. И сегодня, друзья, как видите, мне выпала честь сделать обзор на вот такой вот игровой комплект от компании Oakley Gaming. И как видите, друзья, у меня тут на столе есть много всего всякого разного и интересного. Тут есть и игровая механическая полноразмерная клавиатура, есть вот такая вот стерео гарнитура со звуком 7.1, есть вот такая вот игровая прикольная мышка, ну и, конечно же, тут у нас есть еще вот такой вот коврик. И да, это не обязательно все покупать комплектом, ну, либо разом. Само собой, это все можно купить и по раздельности, ну а самое интересное, это стоимость данного набора и его функционал. Стоит это все удовольствие около 6500 рублей, это без каких-либо скидок. Но, если поискать по всяким там разным акциям, бонусам, кэшбэкам, все это суммировать, а еще, может быть, не всем коврик понадобится, то данный набор выходит менее 5000 рублей. А еще лучше поучаствовать в моем розыгрыше и попытать удачу что-нибудь выиграть, если что, друзья, чекайте, все условия будут в описании. Ну, а по поводу функционала данного набора мы сейчас как раз и поговорим. Погнали! Итак, друзья, поскольку у меня сейчас на столе представлена вся вот эта вот игровая периферия Oclic Gaming, и чтобы у нас не получилась полная каша во время обзора, давайте начнем с игровой гарнитуры и далее пойдем обо всем по порядку. Гарнитура у нас поставляется от такой вот упаковки, и полное ее название Oclic HC L950G Cobra. На самом деле, очень интересное название, как будто сделано для геймерского отряда Cobra. На задней стороне упаковки мы видим основные технические параметры, и если вдруг кому-то из вас интересно, то можете поставить видео на паузу, почитать или перейти по ссылочке в описании, чтобы ознакомиться с этим продуктом чуть более подробно. Гарнитура выполнена в строгом черном цвете, однако на чашечках есть вот такие вот рисунки, которые будут еще более красиво подсвечиваться при подключении к компьютеру. Гарнитура у нас не тяжелая, в ее основе присутствует крепкий пластик с матовым покрытием, а также металлическая душка. Гарнитуру можно отрегулировать на любой размер головы, и что очень приятно, тут присутствуют мягкие амбушюры, которые не будут сильно давить на уши, ну и в целом на вашу голову. Само собой, как и у всех игровых гарнитур, тут присутствует микрофон. Его можно отрегулировать так, как вам удобно, поднести поближе к рту, или вовсе спрятать, если он вдруг вам не нужен. Отстегнуть полностью не получится, так как он тут у нас идет несъемный. У гарнитуры имеется достаточно длинный шнур в нейлоновой оплетке, поэтому если ваш системный блок стоит где-то сбоку на полу, то вы сможете подключаться без каких-либо натяжек, длина провода составляет 2,2 метра. И подключается это все через USB разъем. Почему через этот порт, расскажу немножко позже. Также на этом проводе есть еще специальный пульт, с помощью которого мы можем отрегулировать громкость звука в наушниках, уровень микрофона. Также мы можем полностью выключить наш микрофон, если вдруг переживаете, что вас кто-то может подслушивать. Плюсом мы можем включить либо выключить подсветку данной гарнитуры. Ну и это еще не все. На задней стороне пульта есть вот такая вот прищепка, которую мы можем зафиксировать на нашей одежде, чтобы пульт был всегда под рукой. И вот видите, сколько много функций только у одного нашего пульта в гарнитуре. Ну а сейчас давайте сделаем несколько тестов. Так, ну а сейчас я записываю звук прямо в микрофон данной гарнитуры Okli Cobra. Оцените качество звука, громкость звука, насколько меня хорошо слышно. И обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а так, в целом, по моим ощущениям, гарнитура вполне удобно сидит на голове. Она не давит. Действительно комфортная. Микрофон можно по ненадобности убрать. Если вдруг он вам опять понадобился, просто отпускаете и пользуйтесь дальше. То есть, в целом, гарнитура прям вообще для бюджетной очень-очень даже хорошая. Гарнитура у нас подключается через USB разъем не просто так. Как вы уже, наверное, догадались, все это сделано для того, чтобы у вас была, во-первых, подсветка, но, во-вторых, тут используется виртуальный объемный звук 7.1. И тут я могу вам смело заверять, что с таким звучанием играть намного прикольнее. Ты слышишь не просто какое-то стереозвучание слева и справа. Тут прям настоящее полное погружение в этот игровой мир. Ну и в плане звука ты чувствуешь реально какой-то эффект присутствия. Ну а следующим нашим устройством в списке будет игровая механическая клавиатура Oclic 980G Hammer. И первое, что сразу хочется сказать, это то, что не зря клавиатура получила название Hammer. Вы только посмотрите, насколько она большая, мощная и тяжелая. Прям как настоящий Hammer. Клавиатура у нас получила размеры 460 на 220 миллиметров. Верхняя панель выполнена из полированного металла. Это придает вашей клавиатуре некую уникальность и долговечность при службе. Спереди у нас присутствуют пластиковые вставки под запястье. Не скажу, что они прям играют какую-то важную роль в этой клавиатуре. Но мне кажется, больше это сделано чисто для красоты. Ну с этим как бы вроде бы прикольно. На задней стороне клавиатуры есть откидные ножки для регулировки высоты. А также есть резиновые вставки для того, чтобы клавиатура не скользила по столу во время ваших игр. На клавиатуре всего расположено 104 клавиши, включая цифровой блок. Есть технология на неограниченное количество одновременно нажатых клавиш. Ну а сам ресурс рассчитан до 50 миллионов нажатий, что весьма впечатляет. Длина кабеля составляет полтора метра. И этого более чем достаточно. Ну а сам провод, так же как и у гарнитуры, выполнен в нейлоновой оболочке, чтобы защитить провод от протираний, изгибов и переломов. Ну и поскольку, как я уже говорил ранее, это у нас идет механика, давайте послушаем, как она работает. Ну и конечно же, как тут в игровой клавиатуре без подсветки? Тут у нас имеется 6 цветов подсветки и 5 уровней яркости, а так же есть 10 сменных режимов. Ну и теперь у нас остался еще один из главных игровых инструментов, это геймерская мышь Oklik 915G V2 Helvish. И тут мы получаем действительно красивую, удобную игровую мышь с подсветкой, все как положено. Она у нас не тяжелая, весит всего лишь 125 грамм. Я не могу сказать, что это хорошо или плохо, так как тут на самом деле все индивидуально. Кто-то любит всякие грузики навешать на мышку, а кто-то наоборот берет облегченные варианты. На мышке у нас всего расположено 6 кнопок, все классические, плюс 2 боковые. Так же имеется, как и на всей сегодняшней периферии, провод в нейлоновой оплетке, и его длина составляет 1,5 метра. Максимальное разрешение сенсора данной мышки составляет 2400 DPI, но если вы хотите снизить эту чувствительность, то тут так же это все предусмотрено с помощью вот такой вот кнопки. И таким образом вы можете выставить для себя комфортную скорость. Все кнопки нажимаются четко, а ресурс рассчитан до 5 миллионов нажатий. И сейчас предлагаю послушать, как это все нажимается. Как по мне так, мышь вполне удобно сидит в руке, легко скользит по столу, или еще лучше по фирменному коврику Oclick OK P0330. И тут я в целом не могу сказать, что коврик какой-то сверхъестественный, но коврик как коврик. Больше будет зависеть от ваших предпочтений и от рабочей поверхности, за которую вы будете проводить большую часть времени. Коврик у нас имеет следующие размеры, 260 на 330 миллиметров. Верхняя часть коврика выполнена из пластика, а нижняя из каучука. За счет этого он и не будет у вас скользить по столу, но при этом по нему будет отлично скользить мышка. Но самый главный плюс, это то, что в отличие от репичных ковриков, со временем он не будет пачкаться. Друзья, давайте сделаем так. Я разыграю вот эту вот игровую мышку с ковриком-комплектом просто так одному из вас, ближе к новогодним праздникам. Но, если за это время набирается на этом выпуске хотя бы 500 лайков, то я готов еще разыграть вот такую вот игровую гарнитуру и, может быть, даже клавиатуру. Так что, друзья, с вас, как всегда, один любой комментарий по теме выпуска, и вы уже участвуйте. Все условия будут, как всегда, в описании под роликом. Можете перейти и более подробно ознакомиться. Так что, друзья, вот такой вот у нас был геймерский набор от компании Oklik Gaming на обзоре. Если что, все ссылки будут, как всегда, в описании на все эти устройства. Чекайте, не забывайте про розыгрыш. Всем вам желаю удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok